4 июня старый актовый зал университета Лобачевского собрал в своих стенах ведущих представителей нижегородской журналистики. В этот день здесь прошла 18-я отчетно-выборная конференция регионального отделения Союза журналистов России. Вы сами понимаете, что если есть проблемы в обществе, значит есть проблемы у журналистов. Если есть проблемы у журналистов, значит их обязательно должен обсуждать Союз для того, чтобы вместе принимать решение о том, как выживать и жить в тех жизненных обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся. Мне достаточно хорошо известен уровень нижегородской журналистики. Я читал многие газеты, видел телеканалы. Многие ребята приезжали в Москву работать, где я работал. У них очень хороший уровень подготовки и профессиональный, и образовательный такой. Очень интересные могут делать и сюжеты, и писать статьи. Знаете, очень прилично выглядит верстка в районах даже газет, что бывает достаточно редко. Обычно это такой какой-то очень упрощенный вариант. Здесь все очень грамотно. Ну, то, что я видел, по крайней мере, наверное, я не все видел. Символично, что именно Институт филологии и журналистики, бессменная кузница кадров для нижегородских и не только средств массовой информации, стал площадкой для обсуждения наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов, с которыми так или иначе сталкиваются все, кто выбрал для себя профессию журналиста. Социальные и профессиональные права, повышение уровня квалификации молодого поколения и соответствие требованиям дня сегодняшнего так называемых метров. Потому что журналистика подвержена постоянным трансформациям и с уходом от жизни становятся бессмысленными любые профессиональные свершения в этой сфере. Самое важное на сегодня это все-таки думать о том, вот то, что мы говорим, рассказываем, показываем, особенно на телевидении, все-таки мы делаем для людей. И хотелось бы, чтобы было больше позитива. Я не говорю про какую-то паркетную журналистику, я не говорю про вылизанные репортажи и сюжеты, нет. Но просто любой сюжет можно показать с точки зрения надежды, например, на то, что все можно сделать хорошо и что все будет хорошо. И наоборот, убить людей каким-то негативом. Я за разделение на жанры все-таки. Вот если есть, допустим, если мы говорим о криминале, должно быть в программе специально. Кому надо, те пусть смотрят. А в остальных программах, даже в новостях или просто в каких-то программах, должно быть больше позитивных, хороших материалов, которые людям просто помогали жить и понимать, что все будет хорошо и в принципе жизнь прекрасна. Образовательный аспект – немаловажный пункт в ходе обсуждения внутренних проблем любого профессионального сообщества. Потому что без появления свежих, хорошо подготовленных кадров невозможна и смена поколений. Но пока существует отделение журналистики в Университете Лобачевского, эта проблема будет решена на многие годы вперед. У нас в ВУЗе принято работать с журналистами, студентами, начиная фактически со второго курса. Они работают и на практике, а потом уже внедряются, уже на постоянной работе работают, на телевидении, и на радио, и в печатных СМИ. Поэтому на самом деле все от людей зависит. Есть люди, которые изначально мотивированы, ориентированы на журналистскую карьеру. И они очень много получают у нас в университете. В плане системного образования, и в плане инноваций, и в плане практики. Так что я считаю, что наш ВУЗ, может быть даже в отличие от многих других провинциальных ВУЗов, работает с трендами все-таки журналистики.